Всем привет народ, с вами Фантом и сегодня новое видео в честь Хэллоуина и сегодня я представлю вам сборку атмосферных модов, которые вы сможете скачать и поиграть в Skyrim. И да, все моды, друзья, абсолютно бесплатные. Начнем сначала. Данная модификация называется нежить. Для того, чтобы начать квест, вам нужно иметь 30 уровень и тогда он начнется сам. До вас дойдет слух о нападении на караван дозорных Стендара. С этого и начнется длинная история. Вам предстоит пройти немало квестов, пройтись по самым мрачным местам Тамриэля, пробиваться через множество чудовищ, скелетов и некромантов, через их убежища и самые различные локации. Вам также придется решить множество загадок, головоломок, чтобы прийти к концу. Данный квест поможет вам узнать о судьбе в величайшую Манимарку. В ходе квеста вы встретитесь с могущественными темными силами, темной магией и различными ритуалами. Новая музыка, новые большие локации подземелья, в которые вас заведет ваше длинное путешествие. В ходе прохождения квеста вы попадете в Апокриф и другие места. Все это приведет к возможности превращаться в могущественного леча и управлять мертвыми, нагоняя ужас на весь Тамриэль. А скачать данную модификацию можно по ссылке в описании, там же вы найдете многие ответы на вопросы по данному квесту. Все квесты и книги переведены на русский язык. Что ж, продолжим. Следующая модификация даст вам возможность призывать необычную лошадь зомби. Для того, чтобы получить такую возможность, вам нужно отправиться в Морфол к местному магу Фалеону. Он продаст вам том заклинания с призывом лошади-зомби, после чего вы сможете призывать лошадь где угодно и использовать для езды. Ее плюсы это быстрая скорость передвижения и регенерации здоровья, ну и конечно же необычный, довольно-таки жутковатый вид. Ссылка в описании. Следующий мод добавит в игру возможность купить вам красивые сувениры и сладости для Хэллоуина. В Скайриме, близ Морфола, появится маленький уютный домик, где все это можно будет купить. Маленькие статуэтки существ и различные сувениры. Большой выбор сладостей. Этим всем вы сможете украсить интерьер своего дома. Также есть немного оружия и одежды. Все это вам с радостью продаст местная торговка. Четвертый мод добавляет различные головы тыквы Хэллоуина. Их можно скрафтить в любой кузнице. Вам нужно всего лишь две кожи и вы сможете надевать их вместо шлема. Есть три вариации. Это джентльменская шляпа, волшебная шляпа и просто тыква. Без всего. Продолжает наш список модификаций мод «Проклятые куклы». Этот мод также является отсылкой к истории о погибшей выеневом маяке семье. Там также погибла и маленькая девочка Зариана, призрак которой остался блуждать по этому маяку. Она получила навык оживлять своих мрачноватых кукол, которые весьма опасны. Хоть и очень маленькие и безобидные на вид. Нам же нужно уничтожить блуждающего призрака и забрать том заклинаний, с помощью которого мы сможем призывать до трех кукол. Кукла наносит большой урон противнику и следует за вами, телепортируясь к вам, если вы убежите далеко. После действия заклинания или умирая, они превращаются в маленьких кукол, которые остаются на земле. Все время, пока они живы, они напевают мрачноватую песенку. Рекомендую вам качать английскую версию, так как проверив русскую версию, я обнаружил косяк при получении данного заклинания. Возможно это было только у меня, но в любом случае, после того как я скачал и установил английскую версию, все баги пропали. А завершает наш обзор довольно-таки глобальный мод реконструкция, который заменяет атмосферу всего скайрима. Во всем скайриме празднуется Хэллоуин, повсюду развешанный в виде гирлянд тыквы и черепа, блуждают люди без голов. Светящиеся тыквы абсолютно повсюду, как и расставленные надгробья. Кладбища теперь же стали еще более мрачными. А вот атмосферный драконий предел. Кто-то принял облик вампиров и переоделся в их одежду. Много паутины, тыквы и другие элементы полностью поменяли декор интерьера. Да, Талс уже не тот, авторы сделали просто колоссально сложную работу. И вся эта праздничная атмосфера сделана очень детально. Улицы, здания, таверны. Все украшено как снаружи, так и внутри. Ну и конечно же автор изменил наряды и внешность некоторых NPC. Самое удивительное, что данная реконструкция подвергся не только один город, а все остальные города и даже деревни. И вместе с текстурами и моделями, авторы дополнили модификацию различной атмосферной музыкой. Но на этом не все. Рядом с Алитюдом вы обнаружите огромный волшебный замок, в который сможете войти. И там вас ждет много приключений и испытаний. Мод огромен. Один архив с запакованными файлами весит более чем 700 мегабайт. Сделана безумно большая работа. Думаю, возможно он дополнится со временем. А на этом все. Жми палец вверх, если понравилось видео. Подписывайся на мой канал. И не забудь нажать колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы не пропустить новое видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok